Не знаю, что сказать Здравствуйте, друзья! Суббота, 10 утра. Ура! Я рада приветствовать вас в своем новом ролике. И я надеюсь, уже все выучили, что ролики влогового формата на моем канале выходят раз в неделю. Это всегда суббота, и это всегда 10 утра. Я стараюсь себя организовывать к этому моменту, чтобы выпустить. И чтобы вы знали, что суббота, можно заварить чашечку ароматного чая, взять вязание, включить этот канал. И приятно провести со мной время, позаниматься творчеством, обменяться энергией. Мой канал молодой, и каждую неделю от ролика к ролику идет большой прирост новой аудитории. Поэтому в начале каждого ролика я завела такую традицию приветствовать не только моих постоянных зрителей, которые все обо мне знают, давно на меня подписаны и уже смотрят как на доброго друга. Но я также приветствую мою новую аудиторию. Я вам рада. Всем привет. Меня зовут Аня. Я живу в городе Сочи. Ну, точнее, условно в городе Сочи, потому что он город у нас очень необычный. Он идет вдоль Черноморского побережья и длится примерно 160 километров. Он такой узкий и длинный, и мы движемся вдоль всего побережья до самой границы Абхазии. Я живу в одной из частей города, в горной, деревенской. У города Сочи есть центральные части, скажем так, привычного городского типа. Есть небольшие горные деревни, которые территориально тоже относятся к городу Сочи, но тем не менее мы живем вот сзади меня, буквально национальный заповедник города Сочи. Я живу здесь со своей семьей, занимаюсь творчеством, пишу описания к проектам, которые сама придумываю. Мне очень нравится это все делать. И на этом канале я делюсь с вами в основном именно моей вязальной жизнью, но также присутствуют фрагменты и моей невязальной жизни, то есть природный у меня большой сад, огород. Я это тоже все очень люблю, и так или иначе все перекликается. Сейчас зима, в Сочи зреют мандарины. Я собираю мандарины, делаю из них всякие компоты, варенья, всякие нахожу рецепты очень древние. И тоже частично это попадает и вам, потому что это тоже все мое творчество, я именно так к этому отношусь. И с вами этим всем делюсь. Вот специально принесла к вам большое блюдо с нашими сочинскими мандаринами. Я сегодня делала по старинному грузинскому рецепту карамельные мандарины цельные. Как вы видите, на заднем плане картину с мандаринами решила украсить моя любимая кошка Нирвана. Она слышит мой голос, и это такая мамина кошка, которая не может просто проигнорировать мое нахождение тут. И вот она уже к нам подкрадывается, и вот она уже принимает участие в наших девичьих болталках-сиделках. Все приветствуем Нирвану, это кошка порода Мэйн Кун. Она у меня полудикая, ну как полудикая, она живет на природе, вот в этой всей красоте национального заповедника города Сочи. Это очень грозная, но очень нежная душой моя любимая кошечка. Поэтому так вышло, она сегодня будет принимать участие в нашей беседе. Я сегодня, как вы видите, в очень необычном луке. Я немного француженка, немного шотландский горец. И вы подумаете, боже, Аня, а как у тебя эти две культуры так переплелись? Рассказываю. Мне захотелось для вас нарядиться немного, красиво. Какие-то мои образы примерить. Вот здесь вот беретики, эстетика из ягненка. Митинги тоже такие, вот осенне-весенне в комплект к этому. Берет, очень романтичное, теплое осеннее платье. Вот я пришла вся такая красивая к вам. Села и понимаю, а куда подключать микрофон. У меня такая гарнитура, чтобы вы меня хорошо слышали. И эту гарнитуру нужно на чем-то фиксировать. А конструкция этого платья так устроена, что ее вообще невозможно ни к чему подключить. И я этого осознала уже только будучи при параде. Так что я внесла корректировки в свой образ. Я сейчас вяжу вот такой шедевральный, мандариново, мысленно-осенний, огромный палатин из пряжи Дундага. И он прям, по-моему, подошел к этому моему образу, стилю. Мне и теплее намного стало с ним, однако. И получилось подключить микрофон. Поэтому не задавайте вопросов, почему Аня в таком экстравагантно-этническо-разросненном стиле сегодня. Как обычно, интро долгое. Ну а что? Мы с вами давно не виделись. Вот, поприветствовались, поцеловались, обнялись. Обнялись. Как вы? Что вы? Рассказывайте. Мы с подружками встречаемся. Ой, как ты хорошо выглядишь. А ты как хорошо выглядишь. Похудела. Боже, лицо свежее. Ты просто куколка. Поэтому я тоже вот с вами так вот веду приветственную беседу. Долгую. А теперь давайте, наверное, смотреть ролик, что у меня было на этой неделе. Поделюсь с вами. Расскажу. Надеюсь, вы прекрасно проведете время. Обязательно заваривайте чаек. Вкусный, ароматный, травяной, чебреца побольше. Чебрец вирусы отпугивает. Давайте, девочки, бережем себя. Нам некогда болеть. Некогда отлынивать. У нас вязание, у нас пряжа там, короба. Поэтому чай наше все. На этом приветствие закончено. Приглашаю вас к просмотру ролика. И вы обязательно узнаете, что же было у меня на этой неделе. Здравствуйте, друзья. Суббота. Я выпустила новый ролик для вас. Вы его сейчас смотрите. А я для себя сделаю небольшую традицию. Как только один влог закончен, я делаю первый сюжет следующего влога. У меня на столе носочная феерия новогодняя. Довязан белый носок с люрексом. Достала предыдущие носки в этом же стиле. Я вам говорила, что я вяжу свою же копию. У меня есть вот одни такие молочно-серые. Я захотела такие же, с косичками белые. Вот делаю повтор. Вот имбирное печенье. А вон там, сейчас покажу поближе, забытые носки для мужа, которые я начала аж в прошлом году. И к своему стаду не закончила. Достала. Так себя немного пожурила. Сказала, но-но-но, надо закончить. И вот положила на стол, чтобы их видеть и, в общем-то, закончить. Вот такой носок новогодний. Из новогодней расцветки пряжи я начала для мужа. Это австрийская пряжа Ferner Wolle из магазина Knit Socks. Очень красивая расцветка. Они мериносовые. Это шестинитка. И когда я начинала их вязать мужу, я думала, ох, я сейчас задень ему, ах. А потом звонки, друзья, походы по гостям. Короче, я про него забыла. Очень-очень красивый носок. И, конечно же, надо его закончить. Тем более, это спицы 2,75, а не как я обычно на двойках. Короче, вот. Пусть лежит. Надеюсь, скоро я его добью. Вот мое имбирное печенье. Я закончила белый носок. И приступаю ко второму носку вот этого вот имбирного печенья. Лежат на столе, потому что я хочу сейчас его постирать. И беленький постирать. И пусть они уже красиво на блокаторах. Меня мотивируют поскорее заканчивать им пару. А не чтобы вот так вот было, как с носком мужа. Моему голосу вы слышите, что я заболела. Увы, я действительно заболела. Вчера снимала для вас интро. И, видимо, я там окончательно себя добила после недели замерзания без отопления. Это была финальная капля. И сегодня я проснулась вот уже с таким голосом. Вот он белоснежный с люрексом красавчик. И сегодня тоже я его буду стирать. Добрый вечер, друзья. Практически доброй ночи. Всё ещё суббота у меня. И знаете, это подключение гордости с собой. Из-за вот этого то, что я заболела и плохо себя чувствовала. Я, знаете, сегодня размышляла над вот этой всей картиной, что выложила вам на стол. И над тем, что хотелось бы за эту неделю мне закончить этот носок, мужа носок, пряничный носок. И у меня такое, знаете, сама себе намечтала, сама себя испугала. И это мне позволило настолько ускориться, что вот, ну, вот серьёзно. Посмотрите, я связала за сегодня, утром начала, и довязала полностью стопу первого носка. Представляете, вот осталась пятка. Я сейчас, там, вечерние семейные дела пойду делать. И, кто знает, возможно, даже включим с мужем какое-нибудь кино и смогу закончить пятку. Мне кажется, ну, я просто сделала максимум из возможного. Я буквально била себя по рукам, не брала в руки ни телефон, ни чего-то ещё, и вязала. Казалось бы, да нафиг надо так ускоряться, надо вязать в удовольствие. Ну, нет, ну, вот, я расплодила эти процессы, понимаю, что у меня куча пряжи накупленной, и работа над описанием. И, знаете, побоялась, что произойдёт как вот с тем носком, который у меня с того года лежит с Женей. И, в общем, думаю, нет, надо закрыть то, что есть в Новый год без вот таких вот казусов. Тем более они настолько красивые носочки, я хочу их вот сейчас носить. Я уже пижамку заказала себе белоснежную, у меня уже куча планов. И мне бы не хотелось, чтобы мои мечты остались мечтами. Ну, коль мечтаю её много, значит, работать должна много, чтобы их осуществлять. А ещё, друзья, я тут достала спицы Чао Гу с моего набора. И в этом ролике, ну, точнее, ролике этой недели хочу вам про них рассказать. У меня довольно часто спрашивают моё отношение к этому бренду спиц. У меня есть несколько наборов. Я специально сейчас их достала. Второй носок вяжу на них. Первый был на Адди, нового с красной лески, новые. Сейчас вылезет скриншот. Я вам в одном из влогов уже показывала, что получила посылку. Вот отвязала на них две полных пары носков последних. И могу уже сделать выводы. А Чао Гу очень давно не вязала. И тоже хочу сейчас вспомнить свои ощущения. Я свяжу ими этот носок и сравню, немного расскажу. И заодно расскажу вам про вот этот вот носочный наборчик, который у меня, наверное, уже лет пять. Ну, это будет потом. В следующих подключениях. Декабрь. На дворе плюс двадцать пять. Лето практически. Где мы? Мы на стройке. Я взяла с собой вязание носков с люрексом. Чем могу, буду Жене помогать? Дети, собаки все с нами. Такая вот творческая жизнь у нас практически. Еще раз. Такая вот депутат. Знаем, что. Сприч change. 지кульен. Взяла Афелия с собой завтрак. А Варк такой, ну как бы я тоже овсяночку люблю. Намекаю, так тактично намекаю, что я не против потрапезничать. Я назову это видео реально 50 оттенков белого, потому что, ну это, знаете, я сколько лет занимаюсь видеосъемкой, фотосъемкой, никогда бы не подумала, что может быть белый цвет, который вот нереально сфоткать. Смотрите, пижама, она прям вот белоснежно-белая, белоснежная платье, оно тоже белое. И вот на фоне, если ты просто одеваешь вот этот белый, оно белое, сейчас кажется как будто молочным. Носки, они тоже белые, с люрексом, вот в реальной жизни никаких вот этих тёмных пятнышек, вот этого ничего нету, они просто белые. Блин, ну он льняной, серо-белый. В итоге, что мы имеем? Тут ничего, только пижама белая, всё остальное либо молочное, либо серое. Фантастика. Ну и просто вот отдельным кадром я хочу попробовать снять для вас, как они сияют, как они сияют. Кто там уже начал вязать с люрексом, тот понимает вообще, о чём я говорю. Попробуй, засними. Ну я думаю, вот вам видно. Это роскошные девочки. Это самые роскошные сияющие носки, просто которые только можно себе вообразить. Ой, ну всё. Первый готов. Осталось совсем немного. Всего лишь ещё два. Вот этот и этот. И всё перестирать, и всё заблокировать. Знаете, все почему-то любят показывать своё изделие, когда оно уже просто на финише, когда сделано всё. Постирано, отблокировано, отпарено. Давайте пойдём против системы сегодня. Носки только со спиц до первого, до блокировки. Насладимся их пока ещё не совершенным внешним видом. Полюбуемся сиянием. Косы сейчас выглядят вот так. Так, сияние сумасшедшее. Такие вот селёдки. Ещё я вам вещаю с шикарным таким басовитым голосом, убаюкивающим. Но носки закончила. Лёжа. Вот сейчас они кажутся белыми. Ну, как бы сероватым отблеском из-за люрекса. Но не так, как вчера, правда? Друзья, Новый год. Снеговика заказывали. Посмотрите, какая я очаровательная, пушистенькая колопчонка к вам прикатилась тут. У меня, значит, была мечта. Я хочу ослепительный Новый год. Я хочу, вот, значит, белые носки с люрексом. Я хочу белую, пушистую пижаму. И всё вот хочу такое свежее, роскошное. И, в общем, нашла себе такую пижаму и заказала. Ещё же вот был такой размер максимальный на высокой резинке штаны, чтобы я поместила в мой животик. Восьмой месяц я реально огромная, реально огромная. Я не устаю этому поражаться, потому что у меня третья беременность. Первые две я была просто как палка, которой перевязали шарик. А в этот раз я просто айсберг. Какой-то айсберг огромный. Я просто себя не могу, мне так смешно. И всем моим членам семьи смешно. Говорят, что просто ходит по дому белый снеговик. Смотрите на меня. На натуральный снеговик. И юморно, но не обидно. Так смешно меня называют, а я себя обалдею. Хожу такая пушистая. А я очаровательная снеговичка. И вам показываюсь. Классная пижама такая. Огромная, пушистая, белоснежная. Подымает мне настроение. Я не приболевшая, но настроение у меня отлично. Делюсь с вами. Обнимаю, целую. Влог это... Сейчас ролик сняла вам про Чаугу. Там... Ну, них... Того-сего. Короче. Идём вязать дальше. На таком вот снеговичем вайбе. Ммм. Вообще не представляю, что я буду снимать на этой неделе. У меня вот вся неделя выглядит вот так вот. Вот. Работаю над описаниями. Сейчас уже час ночи. Вы можете посмотреть на мои часы. Где-то у меня вот они. И слушаю этот ролик про Гарри Поттера. И работаю над схемами. Поэтому, друзья, что и говорить. Вот смотрите. Я работаю над описанием мужского цвитера. И вот сколько схем. Материалов я делаю. Отрисовываю сама. В программах специальных. Все схемы. Все эти схемы я сама рассчитываю. Вот тут у меня очередные замеры лежат. Вот эта байка сына. Я ему начала сегодня свитер. Вот таким вот шикарным голосом. Басовитым. О, ми-ми-ми. Она лежит там. Начала свитер. И вот. Вот что я делаю. Поэтому. Развлекательный контент. Выглядит скорее пугающе. Обратная сторона всей этой легкости. Будьте я. Дорогие мои друзья. Сегодня мне еще надо рисовать 2-3 схемы. И я могу спать. Пойду я спать. Наверное, часов к 3. Счастья, радости. Благополучия. Всем желаю. И ухожу работать. Утро следующего дня. Ну, здравствуйте, мои кошечки. Такая забавная игра слов. Я Аня Макоши. И вы мои кошечки. Макошечки. Мне хочется ласково к вам обратиться. Ну, здравствуйте, мои макошечки. И что мы тут имеем с вами? Обещанная стирка. Я же вам говорила, будем стираться в этом ролике. Значит, будем. Чем стираемся? Вот этой вот штучкой. У меня несколько таких баночек. Я в свое удовольствие наслаждаюсь. Стираю все вот так вот дорого-богато красивыми средствами. Ароматы все вот эти. Чтобы максимально не откладывать, не прокрастинировать. Когда нравится средство для стирки, когда все к этому располагает, то и как бы, ну, дела как-то быстрее двигаются, что ли. Конечно же, стирать изделие из такой хорошей износостойкой носочной пряжи вовсе не обязательно руками. На почти всех этикетках написано, что рекомендована машинная стирка. Но лично мне это делать просто-напросто приятно. Я люблю мои проекты. Я люблю с ними контактировать. Они мои, тоже мои, мои кошечки, мои макошечки. И я с удовольствием делаю все руками. Тем более, смотрю на этот люрекс у меня. Просто забываю обо всем на свете. О том, что приболевшая, о том, что температура. Меня это так мотивирует. Вообще, контакт, тактильность. Это про меня. Я такой человек, когда люблю все вот это вот делать. Ох, ну, прелесть. Запомним их такими. Постираем, и они станут еще только прекраснее. Я в этом уверена. Люрекса тут я наградила на полную катушку. Стираем. Моющая растворила. Сейчас второй носочек. Выверну и буду стирать. Не вижу в этом вообще никакой проблемы. Ну, то есть, мне несложно стирать руками. Ох, как приятно пахнет эта штука. Я люблю такие, знаете, ароматы, когда они, ну, не сильно девичьи такие, не прям сладкие. Либо нейтральные, либо даже ближе к каким-то мужским. Что-то тут еловое, такое вот, даже не знаю, может быть, аромат специй каких-то немного чувствуется, сандал. В общем, классная штука. Мне нравится вот именно с точки зрения того, как она пахнет. Ну, и пенится тоже, видите, очень хорошо. Пару капель и добавляется. У меня такой воздух чем-то другим. Воздух пахнет чем-то другим? Да. Ну, вот этим средством и пахнет. Да. Хочешь его понюхать? Ну, конечно. Ну, держи. Пока я буду стирать, ты нам расскажи, чем он для тебя пахнет. Для меня пахнет малиной и бананами. Малиной и бананами? Угу. Неожиданный поворот. Никогда бы не догадалась. Ой, носки намокли. Люрекс так стал виден. То есть, он-то был утонувший в ниточке, а сейчас как будто бы весь вылез на поверхность. Я прямо в шоке. И когда вязала, думала, что видно только серебро. А сейчас вот они намокли, и так отчетливо видно именно золотой люрекс. Я сюда добавляла их два, две нити. И золото, и серебро. И сейчас вот почему-то при намокании конкретно прям так видно золото. Чудо! Вот поэтому, друзья, я истираю руками. Я не хочу себя лишать вот такой вот приятной возможности увидеть что-то новое. Старались бы в машинке, я бы не знала, что золото так будет проступать. Посмотрите, как красиво я оформила носочек по задней части. Вот пяточка, пяточка заканчивается. Тут у меня такой филигранный уход с глади на кос. Я в своих изделиях очень люблю делать такие какие-то акценты, вот в виде каких-то переходов, каких-то вот таких вот изюминок. Частенько использую всякие такие приемы и в ажурах, и везде. Замечательные носки получились. Действительно праздник. Прямо хочется в этом моменте включить песню. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. Наверное, скучно вот так вот смотреть, как я стираю. Я вам только могу одно сказать. Если вы в этом сезоне еще не купили люрекс, хотя в том месте, где я заказывала, я хотела вам оставить ссылку, захожу. Но так как я пререкламировала в телеграме, там первее дала ссылку, чем опубликован был этот влог. Я поняла, что смысла в этом нет, там все закончено, все цвета. Поэтому, друзья, я вам рекомендую быть подписанным на меня прежде всего в моем телеграм-канале. Там самые свежие новости, а сюда только в конце недели. И пока неделя закончилась, люрекс полностью раскуплен, и я никакой ссылки вам на него не могу оставить. Только фото, как выглядят бобинки. Искренне вам рекомендую его купить. Ну, посмотрите, как красиво, получайте удовольствие. Вяжите такую роскошь для себя. Да, по-моему, самые праздничные носки, которые только могут быть беленькие, сверкающие. Все, я стирку, подключение заканчиваю. Потом будем с вами еще носочки блокировать. И, наверное, уже встретимся на этом моменте. Носочки постираны. И меня расстраивает сейчас только одно. Я вам не могу передать, как же они сверкают. Ну, что это за люрекс? Что ты мне такую подставу устроил? Я хочу, чтобы весь белый свет наслаждался сиянием. Но нет. Вы его сможете увидеть только если свяжете. Приготовила махровое полотенце. Сейчас вот так вот немножко их на полотенце оставлю, чтобы ушла лишняя влага. И буду на блокаторы натягивать, чтобы они где мне надо растянулись, где мне надо зафиксировались. И были максимально красивые и аккуратные внешне. Принесла свои любимые блокаторы. Вы часто видите их в моих роликах. Я действительно каждый раз, когда что-то вяжу, я обязательно в порядке блокирую. И варежки, и перчатки, и носочки, и все. И даже шапки стараюсь все блокировать. У меня даже блокатор на береты есть. Ну, по моему мнению, изделия, которые заблокированы на специальных формах, выглядят более аккуратно. Давайте приступим. Носочки уже влажненькие такие. Полежали немного в полотенце, лишняя влага ушла. И можно их натягивать на блокатор. Тяжелые сразу мокрые я не натягиваю. Ну, просто они как блины потом могут смотреться под своей тяжестью напитавшейся влаги. Они тяжелые. Неудобно это делать. Ну вот посмотрите, а. Но другое же дело, правда, это совсем другой вид изделия. Вспомните, какими они были селедочками непонятными. Сразу, даже нечитаемо, какого размера вы, за счет того, что косы продольные, они вытянулись, смотрелись длинными. Но натянув на блокатор, вы сейчас видите, что это блокатор по мне, по моей ноге. Все тютелька в тютельку по форме. Я вот так вот еще натягиваю хорошо. Носочки высокие. И это то, ради чего мне хочется сейчас бежать и скорее заканчивать второй носок. Вид аккуратного, красивого, готового изделия лично для меня это, ну, самая лучшая мотивация на создание моих изделий. Меня еще задавали такой вопрос. После каждой листирки я блокирую свои носочки. Не все, но особо любимые после каждой стирки. Ну вот, например, вот эту белую роскошь я точно никогда в жизни не кину в машинку. Никогда в жизни там не кину где-то на обогревателе сушиться. Вот только с шепотом, с придыханием и с максимально моим вниманием. Это, знаете, это как, ну вот как ребенка своего, да. Мы же не можем детям там еду там кинуть на стол и ешь как попало. Хочется, ну, со всем уважением, как-то с трепетом, с любовью. Так вот лично я отношусь и к своим изделиям. Они для меня очень важные, ценные. Я просто не хочу к ним так относиться, как-то походя. Я не выбираю там какую-то пряжу для проектов, походя. Я всегда вот, ну, максимально долго к этому подхожусь, думчивая. Так же и вот к уходу тоже. Это лично мой подход. Я понимаю, он не всем близок, но я вот такая заморочистая. Это прежде всего мне нравится. Я не делаю это из-под палки, не заставляю себя. Но посмотрите, как же красиво. Я думаю, и вам тоже приятно смотреть на готовое изделие, когда у него такой вид. Все, друзья, наверное, подключение в этом ролике про носочки беленькие у нас закончено. Потом вы будете уже видеть их на мне, на прогулках, в следующих влогах. Я к Новому году составлю образы. С этими носочками буду в них щеголять, демонстрироваться вам. Все, отключаемся, пусть сохнут мои малыши. Они получились волшебными, просто волшебными. Испытываю счастье и радость вот этого вида. Напишите мне в комментариях. Вы тоже чувствуете мою радость? Передаю ли я мое настроение вам? По крайней мере, стараюсь быть искренней. Передаю ли я мое настроение вам? 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 Передаю я мое настроение вам? Передаю ли я мое настроение вам? Смотрите, что у меня. Я купила к Новому году для сына, для Лаврентия. Ему сейчас 10 лет. Новую книгу. В таком прекрасном оформлении. Это Николай Васильевич Гоголь. «Вечера на хуторе» и «Близди Каньки». Я обожаю Гоголя. Можно сказать, благодаря Гоголю я полюбила читать в своё время. Примерно в возрасте моего сына, то есть мне где-то 10-11 лет было, и я тогда какие-то такие серьёзные произведения ещё не читала. И я была на каникулах у дедушки и нашла книгу Тараса Бульба. Я помню, что я читала настолько в захлёб, не могла оторваться. Я испытала свои первые такие серьёзные эмоции от прочтения книги. И, конечно, с тех пор я начала читать в захлёб. Я очень люблю читать книги наших русских писателей. Достоевский, Гоголь, Булгаков — это одни из самых моих любимых авторов. И я надеюсь, что как-то моя любовь к их произведениям перейдёт и к моим детям. И вот я специально купила книгу Гоголя вот в таком прекрасном издании большого формата для моего сына. И мы уже начали её читать. Я вам покажу несколько разворотов. Здесь очень большой шрифт. Большие такие красивые, не детские уже иллюстрации, а довольно серьёзные, качественные. Посмотрите, похожи на работы наших русских художников. То есть в таком же стиле, когда мальчишке даже интересно. То есть не сказочный формат никакой. Вот, друзья. И вот эта книга, её оформление, вот эта всё атмосфера синего, снега, ночи, тайны вдохновила меня внезапно начать новый проект. Посмотрите, что у меня на столе. Сейчас я вам покажу. У меня давно была связана вот такая шапка жаккардом. Фантастически прекрасная шапка. Она в два слоя, я вам её сейчас покажу. Она немного пыльная. Лежала сложенная, я её не подготавливала к съёму. То есть вот здесь жаккард, это внутренняя часть тёмная, и она складывается две вместе, и получается такая очень тёплая зимняя праздничная шапка. Она вязалась для моего мужа. Я вам сейчас прикреплю фото на нём. И я её просто обожаю. Вы просто себе не представляете, сколько запросов у меня на создание мастер-класса по этому изделию. Меня просто терроризирует с ним. Я не знаю, в общем, гоголь, книга, ваши сообщения, как-то всё вышло так. Эту шапку, кстати, можно носить вот так, какую длинённую. А мне лично, мне нравится. Я вам ставлю фото на мне вот так. Я ещё сюда хочу сделать красный помпон, яркий такой, и мне очень нравится с отворотом. В общем, гоголь, праздник, шапка, Остапа понесло, и я начала новый проект. Во-первых, по вот этой шапке, тоже из ягнёнка от Джо. На моём канале есть огромное видео по тесту этого ягнёнка. Мне он пришёлся по душе, и я вот захотела создать из него, использовать в нескольких своих проектах. И совершенно спонтанно я, думая, ну вот как бы вдохновившись книгой, тем, что мы сейчас её читаем с детьми, я подобрала сочетание в таком же синим таком цвете, как и иллюстрации и вообще оформления вот этой книги. А ещё мне приехала, наконец-таки, тюль. Я вам в прошлом влоге рассказывала, что к Новому году хочу мой рабочий уголок немного украсить. Повесили гирлянду, повесили новую тюль. Я разложила новые предметы в такой вот новогодней стилистике. Оформление моего манекена поменяла, достала кардиган из стопроцентного кашемира. И у меня здесь не закончена обработка горловины. Всё готово, не закончена горловина. И тоже мне надо в ближайшее время к нему приступить и закончить. Сейчас я вам так его покажу как-нибудь. Вот что. Тут. Это стопроцентный монгольский кашемир. Опять же, мой дизайн, араны, всё, как я люблю. У меня вот был такой арановый период. И мне надо просто закончить пришивать горловину. Всё собрано, даже кончики спрятаны. То есть готовность 99% и стирать. И Новый год я буду встречать в новом каком-нибудь сарафане, в кардигане, в носочках с люрексом. И, наверное, какую-то надо ещё шапочку. Какую-нибудь праздничную. И красоте будет нет равных. Ну, по крайней мере, ощущать я себя буду именно так. И снова здравствуйте, друзья! Ролик сюжетный подходит к концу. И раз вы досмотрели до этого места, значит, определённо вам со мной было интересно. Вы хорошо проводили время, я этому очень рада. И поэтому вот в конце ролика я тоже уже традиционно вставляю часть болталки, подвожу какие-то выводы. И мы с вами подытоживаем пройденный путь на этой неделе. Неделя была интересная, как обычно, а как может быть по-другому у нас от творческих людей, которые сами себе всегда устраивают развлечения и приключения на свои шаловливые, шаловливые, ну, в данном случае тематика нашего творчества вязания, на наши шаловливые ручки. Как вы видели, я с вами делилась, я на этой неделе заболела. Но я на это так разозлилась, как так, Новый год, декабрь, у меня планы, у меня проекты, у меня подарки, у меня пряжи накоплены. Как в смысле болеть? Я вообще не готова к этому. И поэтому, несмотря на то, что я была приболевшая, я старалась вообще никак на это не реагировать и всё в своём привычном формате делать. Ну, сделала, наверное, не так уж много, как хотела, но потом так села, задумалась и поговорила с собой. В начале ролика я вам показывала три носка подной штуки и говорила, что надо все успеть. Но, связала я только один. А второй с люрексом пряничной я довязала до половины. Сижу с собой, разговариваю, а к чему вот эта вот гонка? Я что, пятилетку сдаю какую-то или что, у меня план? Я занимаюсь творчеством в своём удовольствии, а значит, мне вообще не нужна вся эта спешка. Я не хочу наполнять контент только, знаете, как отчётным, в отчётном формате. Взял пост, принял вот в таком формате. Нет, я вяжу в комфортном режиме. Вязание — это не всё, что есть в моей жизни, и поэтому, как получается по проектам, так получается на то этот формат и влоговый, а не отчётный. У нас с вами обязательно будут какие-то отчётные видео. Ну, например, что я связала за осень, что я связала за зиму. Там я вот вам уже по факту, вот пряжа, вот я связала, вот, вот. А тут это жизнь, это моя творческая жизнь. Поэтому не по количеству процессов надо осмотреть, а, наверное, по творческой составляющей. А этого, я думаю, в моих роликах будет достаточно. Я довязала белые носочки из люрекса на этой неделе. А они просто волшебные. Я думала, что, связав две пары носков, я наемся люрекса не так, а вот так, потому что я вообще не фанат таких вот проектов, очень ярких, очень каких-то там искрящихся, люрекс, пайетки, фантазийные пряжи. Я больше по классике. Мне нравятся классические фасоны, классические образы. Я люблю винтаж, люблю вот эту всю эстетику старины, образы. Но нет, нет, девочки, две пары, это только начало. Мне кажется, я хочу ещё точно несколько плечевых изделий с люрексом. И вообще, это какой-то кошмар. Это такая заразная вещь. Смотрите аккуратно. Все вначале думают, что да, мне это вообще не надо. Я только, ну, попробую, я только начну. А потом один носок попадает в руки, и внезапно через месяц мы уже сияем не хуже, чем героини на травести-шоу, когда в блёстках у них даже пятки с внутренней стороны подошвы. Возможно, и я буду скоро такая. Ну, пока я не доиграюсь, я не успокоюсь. Мне это нравится, значит, я буду это делать. На этой неделе я начала свитер сыну. В прошлых моих влоговых роликах вы видели, что я проделала огромную работу по созданию кашмирового свитера для мужа. Тут просто зайдите в ленту этого канала, по-моему, подряд будет 4 ролика, где я от начала и до конца показываю, как я работала над этим проектом. Все нюансы вам неспешно показывала. И параллельно с этим я работала над составлением моего мастер-класса. Я автор, я работаю над моими авторскими мастер-классами, много лет создаю их. Это моя профессия, моё любимое дело, это то, чем я на данный момент зарабатываю на жизнь. И работаю над этим большим проектом под названием мужской свитер. Я его назвала мастер-кэш. Это был большой этап моего ноября. Я весь ноябрь только этим занималась. И в декабре я продолжаю этим тоже заниматься. На этой неделе я начала второй свитер по этому же своему описанию. Мужу я вязала по размеру XXL, 52-й. А сейчас начала самый маленький размер. Это размер S для моего сына. Моего сына зовут Лаврентий. Ему сейчас 10 лет, 11-й. И когда я начала делать ему замеры, я понимаю, что мой сын уже очень даже повзрослел. И у него уже полноценный мужской S. Ну, руки немного коротковаты, туловище немного коротковато. Но в принципе он уже высокий такой парнишка. Я высокая, муж высокий. И ребёнок у нас вот такой же высокий. Поэтому ему вполне подошло вязание изделия размера S по моему же описанию. На моём телеграм-канале сейчас мы вяжем этот свитер вместе с вами. У нас группа 100 человек, которые уже сейчас вяжут этот свитер под моим руководством. С полной моей поддержкой. По моему описанию. Если вам тоже нужен хороший руководитель проекта, который за вами следит и точно смотрит, чтобы у вас всё петля в петлю, куда надо ушла, то будет ссылка, присоединяйтесь. Мои мастер-классы и так можно купить. Просто приобрести себе и вязать. Но также я создаю по всем проектам. Не по всем, но по последним, по крайней мере. Я создаю чаты поддержки. Ну то есть вы не просто приобретаете мастер-класс, вы ещё получаете меня и возможность общаться с автором, задавать вопросы, консультироваться и получать помощь. Несмотря на то, что я вроде бы стараюсь очень подробно всё рассказывать в своих мастер-классах, но всё равно люди разного уровня подготовки сталкиваются с разными проблемами. И поэтому чат этот вечный, это, ну то есть вы в него вступаете, вы следите, что другие вяжут, какие у них отсчёты. Мы с вами там не только проблемы, мы ещё и пряжу обсуждаем, выбираем вместе, образцы отвязываем, смотрим, что у нас, как у нас. Ну то есть у нас такая и полезная деятельность, ещё и исследовательская деятельность. Вы даже не представляете, сколько я, как автор, вообще получаю такой практической исследовательской информации от введения вот моих чатов поддержки по моим описаниям. Несмотря на то, что много лет мои описания я тестирую с тестовыми группами, где мы всё, все нюансы прорабатываем, иногда бывает такое откровение, которое я нахожу впоследствии уже, что даже диву даёшься. Мне кажется, я прокачиваю себя как мастер, вот свой скилл, просто до уровня небес, именно благодаря тому, что у нас с вами идёт вот живое общение по моим работам. Я благодарю всех участников, всех, кто делится, и вообще это круто. Всех, кто хочет вязать по моим мастер-классам, я все ссылки оставляю внизу, смотрите. У меня даже есть бусти, где любой человек с любой точки мира может купить, не только у кого есть русская карта, а в принципе по всему миру мы с вами никак не ограничены. Ссылки будут под описанием. Так, ну значит, вот, носки с люрексом рассказала, то, что сыну свитер начала, рассказала. Из чего начала? Начала из ягнёнка от Джол. Почему? Потому что сыну понравился этот цвет. У меня тоже был для него припасён кашемир в немного другом оттенке, но у него в этом году любовь к тёмно-синему, к серебряному-серому и к такому угольному, не совсем чёрному, а вот такая у него в этом году эстетика, и поэтому он у меня увидел бобилу. Я связала образец из этого ягнёнка, и всё по плотности меня устроило, и я для него начала. В этом влоге вам показала кусочек, что связала, и уже в следующем влоге я, возможно, даже довяжу, потому что всё-таки свитер размера S вязать, это вам не свитер размера XXL. Слава богу, я тоже не XXL, и поэтому после проекта для сына я начну проект для себя, и слава богу, буду вязать его тоже не месяц. Ну и вишенка на торте, то, о чём мы с вами не ждали, не гадали, не планировали, ни вообще ни сном, ни духом, но меня как бы это вот вдохновение по темечку ночью пришло, и этот проект родился. Я вам показала в подключении, что у меня есть жаккардовая шапка, я что-то о ней вспомнила, где-то её принарядилась в ней, всё, буря без зубия, Аня, надо описание, Аня, покажи поближе, начала показывать, там в моём телеграм-канале паника, в смысле ты не делаешь описание, она прекрасна, нам надо, а люди просят, а мне уже неловко, а вроде бы и нету времени, так как я вся в проектах по бурскому свитеру, и у меня мандарины, у меня вялене хурмы, у меня, о боже мой, крышу заканчиваем, но, короче, не знаю как, опомнилась, и у меня уже почти готова она варежка. Я обожаю жаккард, я просто фанат жаккарда, у меня, как у любого фанатика, бывают такие жаккардовые запойные периоды, и вроде бы в том году я прям навязалась, я чуть-чуть остыла, но вот я начала, и я уже чувствую, я уже чувствую, что я в это погружаюсь, и у меня очередной будет период жаккарда, где я буду неконтролируемо работать. И несмотря на то, что жаккард это довольно сложная техника, но она любима мною, вот всецело, я обожаю это, и, короче, будет много жаккарда, друзья, это только начало. Но, знаете еще, чем это хорошо, что раньше, когда у меня были вот эти вот жаккардовые периоды, я делилась в этом в основном в фотоформате. У меня тогда активно шел мой Нельзя Грамм, возможно, вы меня знаете, по-моему, Нельзя Грамм, у меня там довольно много подписчиков, а ну не к такой же Макоши. То в этом году я начала вести Ютуб-канал, и у меня появилась возможность снимать мои жаккарды на видео. Такого контента у меня еще не было, это здорово, это что-то новое. Буду с вами делиться. Ну и, пожалуй, все, что... Вот что я вязала. Я прошу прощения, у меня все еще остатки болезни, и я сижу на улице, вот так вот подмерзла, у меня нос заложило. Надеюсь, меня будет вам хорошо слышно. Продолжаю повествование. Также на этой неделе я выпустила для вас дополнительный ролик. Я сняла обзор на мой набор от Чао Гу, пениатюра ультратонки. Я этим набором, я его покупала для вязания вот как раз-таки перчаток, варежек, носочков, чулков и так далее, тому подобного. И когда у меня мысль уже пошла, что сейчас будут варежки жаккардовые, то-то, то-то, я его достала, посмотрела, что в каком он у меня состоянии, и родилась идея, снять для вас вот честный отзыв, что я о нем думаю. Мои деньги я потратила, я имею полное право говорить, что я думаю, я не получаю какие-то роялти, рекламы, интеграции, на этом канале нет монетизации. И имею право сказать, что я думаю. Знаете, столько было комментариев негодующих людей. Я понимаю, что для кого-то бренд Чао Гу это все, это как икона. Есть действительно адепты, которые считают, что это настолько все эталон, что про него либо хорошо, либо как про покойника, либо хорошо, либо ничего. Ну нет, друзья, не всегда все бывает так. Кому-то так, кому-то так. Мы все разные, у нас с вами разные подходы, разная нагрузка на инструменты, на изделия, которые используете. Так как я вяжу очень много, у меня масштабные проекты. Я вам показывала, что у меня даже чулки гигантские есть, вплоть до паховой области, прям почти вот колготки, можно сказать. То есть я такие масштабные проекты делаю на очень ультратонких списках. Соответственно, я их, мои инструменты буквально провожу полноценные краш-тесты. И поэтому не будьте столь категоричны. Там столько было недовольных, что я вот так вот, так и так их прокритиковала. Относитесь ко всему спокойно. Мое мнение такое. Если у вас ничего не сломалось, так я очень рада, так и слава богу. Думаете, мне приятно тысячи вот на эти лески вот так вот пау-пау-пау? Мне тоже неприятно, обидно, досадно. Еще на этой неделе у меня приключилась еще одна досадная новость тоже с брендом Чиогу. Пока еще не решила. Если вы зашли и посмотрели этот обзор, то вы знаете, я там уже проспойлерила, что я заказала три неразъемных номера этих спиц. Полтора, 1,75, 2,25 у меня есть, 2,5 у меня есть. Я вот эти с нетерпением ждала. Я хотела имбирный носочек на них закончить, потому что вот так вышло, что обычно я вяжу носки и перчатки парно на леске, на номере там 2 мм, 2,5 мм. И это всегда леска 100. Парное изделие мне очень комфортно вязать на этой леске. Но проанализировав свой пар спиц, я поняла, что у меня нету спиц с лесками для вязания одного доска, а эта леска примерно 60 или 80. Вязать одно изделие на леске 100 это вообще неудобно. Там по краям вот такие куски петель, и ты ее перекидываешь, когда вяжешь мэджиком. Ну вот меня это раздражает. И поэтому я хотела либо взять этот конструктор и присоединить более мелкую леску, а они все, блин, сломаны у меня были, я расстроилась, обиделась на челку. Заказала повтор, и вы представляете моё вестрее? мне прислали не то я заказала через marketplace муж забрал но что мужчина там смысле да в этих вот у номера всех вот это все он посмотрел ну целые не сломанные вроде бы новое все приносит а у меня в упаковке 2 миллиметра 80 леска лежит пара спиц 3 миллиметра леска 80 и я такая смысла что ты мне принес что я тебе принес игры так ты мне 3 миллиметра принес он не смотрит как-то дуру типа ему что 3 миллиметра что 27 миллиметров что спицы что крючки но сами понимаете этих мужчин я и на него чуть психанул а потом такая подумала действительно вообще как он мог догадаться тут не каждая вязальщица такие какие-то нюансы сразу заподозрит а я вот на него так вот сбухая короче попробовали сдать эти спицы а их не берут это ж только мы такие дурачки берем не то что нам прислали и невнимательны они там на пунктах выдачи все очень внимательны и в общем сижу я с этими спицами тройками которые мне вообще не нужны и потому что у меня есть короче не знаю я их наверное оставлю пусть будут то что мне уже остается перезаказала по новой а те другие номера мне еще пока не приехали не знаю муж уже понял что надо проверять что написано на упаковке что написано на самой спицы там лазерная гравировка будем так смотреть ну что друзья вот пожалуй на этом моменте я буду с вами прощаться о своих проектах я вам рассказала даже в ролике вставляла кусочки личной жизни мой сад мои мандарины мои какие-то семейные вечера моменты тоже я и вяжу и тут близкий рядом и фильм смотрим какой-то вместе это это даже естественная жизнь так и происходит рождение моих всех проектов вот так прошла моя неделя как обычно немного грусти и много радости там приболела но выстояла и продолжала заниматься творчеством спасибо вам всем за то что вы на этом канале за то что вы смотрите подписывайтесь оставляйте очень теплый мне послание с удовольствием читаю по возможности отвечаю нет возможности не ответила не обижайтесь потому что прочитать еще время есть но не всегда бывает время писать либо создавать для вас контент либо сидеть в интернете пока как-то так возможно в будущем когда мой канал разовьется может быть у меня какая-то доходная часть этого канала появится я найму себе помощников монтажеров ассистентов каких-нибудь которые будут мне помогать вести эти каналы какую-то делегируем деятельность и тогда я смогу больше давать вам моего внимания больше общаться с моей аудитории отвечать вам а мои помощники будут заниматься технической частью пока что ликера завода ликера водочная бетономесилка я как у нас было фильме про шурика что успеваю друзья что успеваю я с вами прощаюсь до встречи в новом ролике в следующую субботу пишите откуда вы пишите что вы вяжете подписывайтесь на мой телеграм-канал давайте общаться давайте вместе заниматься творчеством в моем телеграме вы порядке вот жизни видите все что у меня происходит а тут уже я скажем так резюмирую все вот это вот прекрасное что происходит в моей творческой жизни ну что на этой мурчательной ноте моим окошечки с вами была анима кошек моя кошечка не мой влог до следующей недели пока пока а